МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Нантэ продолжит новость из Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Более миллиона пачек контрафактных табачных изделий. На какую сумму и где пытались реализовать нелегальный товар через минуту? Лежачий полицейский, который не следит за порядком, а нарушает его отсутствием разметки и предупредительного знака. Научиться совершать молитву стало еще проще и доступнее. В Дагестане набирает популярность мобильное приложение Намаз. Более подробно в выпуске. Квартиру за победу. Борец Ахмед Тажудинов продолжает собирать подарки после победы на Олимпиаде. Правоохранители выявили партию нелегальных сигарет на 140 миллионов рублей. Из незаконного оборота изъято более миллиона пачек контрафактных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики. Оперативные мероприятия проводились в Махачкале и Хасавьюрте. Сигареты были обнаружены в четырех складских и пяти жилых помещениях, а также в двух автомобилях. Рост фейковых новостей в Республике фиксирует ЦУР Дагестана. С начала этого года зарегистрировано более 18 тысяч ложных публикаций. Они распространились в местных и федеральных пабликах и мессенджерах. Основной акцент фейков на темы СВО и банковских карт. Широкий охват получила недостоверная информация в период терактов в Махачкале и Дербенте, набрав миллионы просмотров. Как отметили в ЦУР, охотнее ложным сообщением верят пожилые люди. Не все могут разобраться в этом море информации и, к сожалению, становятся невольно распространителями ложных материалов. Были такие фейки, когда утверждали, что якобы какие-то дроны летят на Дагестан. Такого это оказалось неправдой. Это быстро было опровергнуто официальными органами власти. Вообще, в случае, если вы встречаете какую-то подозрительную информацию или вы понимаете, что источник вызывает у вас сомнения, то лучше всего обратиться на аккаунт профильного органа власти и посмотреть, что там пишут или не пишут вообще об этом. Напомним, что в прошлом году Госдума приняла поправки в закон о фейках. Наказание за ложную информацию об участниках СВО было ужесточено. Автору грозит лишение свободы до 5 лет. А если же сообщения повлекли тяжкие последствия, вплоть до 15. Более 400 искусственных неровностей в народе лежачий и полицейский были демонтированы в Махачкале в прошлом году. Причина – несоответствие ГОСТу. В основном это ограничители, установленные самими жителями. Водители и туристы столицы отмечают, несанкционированные лежаки создают большие неудобства на дорогах. Подробнее в сюжете Мухаммада Амарова. Это лежачий полицейский. Но он не слилит за порядком, а нарушает его. Здесь явно все не по ГОСТу. Отсутствует разметка, нет предубедительного знака, а также неровности расположены слишком близко друг к другу. В Махачкале незаконные лежаки часто встречаются на второстепенных улицах, возле частных домов. Местные жители самовольно устанавливают их, зачастую не соблюдая ГОСТ. Незаконные неровности на дорогах создают неудобства, а порой повреждают автомобиль, считают водителем. Я вот от этого конкретно страдаю, потому что у меня машина низкая и постоянно цепляет. Лежак должен плавно же идти, а лежак идет, допустим, вот ты заезжаешь, у него вот такой подъем, как бордюр, бывает же. На него заехать можно полмашины оставить, такие дела. А так, да, у нас есть эта проблема, братья. Особенно на Танкаево, на Батырае. Иногда даже предупредительных знаков не бывает. Хотелось бы, чтобы хотя бы знаки стояли, прежде чем ставить лежачие, потому что очень неудобно. И расстояние очень маленькое. На некоторых улицах вообще каждые 5-10 метров уже стоят лежачие. Согласно госстандарту, искусственная неровность должна иметь разметку, предупредительный знак, высота лежака до 7 сантиметров. На проблему обращают внимание и гости столицы. Так о дагестанских дорогах высказался российский тревел-блогер Алексей. Так называемые лежачие полицейские здесь на каждом шагу. Садясь за руль, я словно начинал бег с препятствиями. Конечно, за меня отдувалась машина, но мне ее было очень жаль. Лежачие полицейские здесь встречаются как плавные длинные, так и огромные как гора. Самые противные – это короткие, но высокие, которые убивают автомобиль даже на скорости 5 км в час. Не все они обозначены знаками и разметкой. Поэтому поездка по Махачкале – это настоящие скачки. Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства Махачкалы отметили. Ведомство мониторит ситуацию на дорогах, регулярно демонтирует незаконные искусственные неровности, а также реагирует на заявления горожан по фактам нарушений при установке лежаков на дорогах. Хотел бы обратиться к жителям нашего города, чтобы они не занимались установкой самовольной искусственных неровностей, несоответствующей ГОСТу, потому что искусственные неровности создают аварийность на ситуациях, причиняют другим водителям помехи без знаков дорожного движения, и многие водители жалуются. Для создания искусственной неровности в рамках закона необходимо направить письмо в управление дорожного хозяйства. После проведения осмотра инспекторами, ведомство установит искусственную неровность по ГОСТу. В здании захватили террористы. Как действовать в этой ситуации? В школе номер 12 города Дербент прошли тренировочные учения антитеррористической направленности. Для учителей и охранников провели инструктаж и разъяснили, как действовать в экстремальных ситуациях. Учения проводятся по двум вводным. Это нападение вооруженных преступников на образовательные учреждения и обнаружение беспилотного летательного аппарата на территории образовательного учреждения. После проведения учений будет дана оценка, и все замечания, которые будут нами выявлены, будем корректировать. По словам представителей администрации Дербента, подобные мероприятия проводятся во всех образовательных учреждениях города. Республика готовится масштабно отметить 25-летие разгрома международных бандформирований. Одна из выставок начнет работу 10 сентября в историческом парке. Авторы проекта оцифровали хронологию событий жаркого лета 99-го года. Здесь представлены воспоминания, фото и видеоархив. Выставка раскрывает подвиг народного ополчения и показывает, какой ценой удалось дагестанцам отстоять в свое время не только регион, но и всю Россию. Все это очень долгая и кропотливая работа. Отдельный повод для гордости – это то, что полностью от создания концепции до реализации выставка подготовлена командой исторического парка. Мобильное приложение для чтения намаза набирает популярность среди пользователей. Продюсер телеканала ННТ Султан Трамов разработал мобильное приложение «Намаз». На сегодняшний день им пользуются около 100 тысяч человек. Их число продолжает расти. Программное обеспечение создано с целью помочь мусульманам в удобной форме выполнять молитву. Хотелось как-то облегчить обучение намазу именно в семье. У меня вот мама научилась, она уже в возрасте, и ей сложно читать книги, запоминать. И вот возникла идея, что если она будет иметь у себя приложение, которое запускаешь, и оно тебе сразу и показывает, и озвучивает, и в процессе ты еще получается сразу и намаз делаешь, что может быть проще и легче, чтобы обучить. Планируем добавить туда функцию омовения. Также мы хотим сделать намаз для женщин, отдельное приложение. Мы над этим всем работаем, но мы пока должны закончить это приложение, чтобы оно оповещало по всем городам. Дагестан мы уже запустили, нам сейчас нужно запустить по России, Казахстану, охватить несколько городов. Вот мы над этим работаем. Мобильное приложение предельно простое. После совершения омовения достаточно запустить программу и следовать указаниям виртуального помощника. Благодаря ему каждый, даже начинающий мусульманин, сможет уверенно и правильно совершать намаз в любое время и в любом месте. Уже через неделю наступит Раби-юль-Авбаль, месяц рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. В городе Дагестанские одни прошло праздничное мероприятие, приуроченное к этому великому событию. Для гостей показали театрализованные сценки и исполнили нашиды. С лекциями на актуальные темы выступили также богословы республики. Кульминацией стал розыгрыш путевки на Малый Хадж-Умра среди жительниц города. Организатором выступил женский отдел просвещения приму в театре Дагестана. Хотелось бы сказать, чтобы почаще такие мероприятия проводились, для того, чтобы детей занимать, чтобы они не уходили не в то русло, а вовлекались и интересовались религией. Почаще бы такие мероприятия для развития наших детей. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» сыграют в гостях с самарскими крыльями советов. Матч седьмого тура пройдет 1 сентября на стадионе «Самара-Арена». Команды в этом году уже играли между собой в матче розыгрыша Кубка России. 1 августа клуб из Дагестана обыграл своего соперника с минимальным счетом 1-0. В турнирной таблице российской премьер-лиги махачкалинцы с 5 очками идут на 13-м месте. Крылья на 9-й строчке. Борец Ахмед Тажудинов продолжает собирать подарки после победы на Олимпиаде. В родном Гиргебельском районе чемпиону устроили чествование. Местные власти вручили спортсмену и одному из его наставников денежные конверты. Аджамата жителей села Мали вольник получил документы на квартиру в Махачкале. И напомним, что на Олимпийских играх в Париже Тажудиново не было равных весе до 97 кг. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова